Хлоя, папочка написал новую песню, и ты сама знаешь, что это означает. Что они делают? Он что, её по задницей ремнём бьёт? Хм, не понимаю. Ты что, ебанутый? Тебе даже подписчики пишут, что он её трахал. Да? Трахал её? На самом деле, друзья, вы видели много смешных вещей, но, наверное, не видели такого летсплея. Приветствую, что они здесь заточили на канал, я инквизит 113, сегодня я буду играть, я к моим Хлою. Вы поняли что-то? Всем привет, дорогие друзья, с вами Блудлин, а сегодня мы поиграем в игру под названием Регвим Хлою, сука. Вот так вот надо представлять своё видео, а не так, как... Сука, пидорас, бомбит у меня ебаный собачий потрох. Вот, а на самом деле мы играем в игру в эту, да, и мы остановились на таком моменте, честно говоря, что нам надо найти клавиши. Клавиши эти очень тяжело будет найти, но мы будем искать их, искать очень тщательно и подобрано. Я, конечно же, ваши комментарии почитал, почитал, интересно, некоторые на меня, ну, гнали немножко и тому подобное, но кое-кто мне подсказал, что нам надо взять экипировку под свечник. Ножницы я не знаю, стоит ли брать или нет. Ну, как бы вот тут вот подойти надо к плюшевой игрушке. Мне написали такой конченый комментарий там, если честно, порежь эту плюшевую игрушку, но если она не порежется, порежь её там как-то... Ладно, жечь плюшевую игрушку, вот на самом деле, что надо было бы и сделать. Ну и сжигаем плюшевую игрушку. Её тут нет, плюшевая игрушка сожжена. Возможно, теперь тот человек будет удовлетворён. На самом деле, я не помню, какой человек должен быть удовлетворён, но у меня такое чувство, будто бы за мной наблюдают. Так что будем ещё искать, что там да как. Мне, честно говоря, ничего не говорили почти, но... Я как бы сегодня провёл стримчик интересный для вас. Ну, для тех, кто смотрел, конечно же, приходит на стримы, да, в Твиче. Котяра, можно тебя за яичко подёргать? Нельзя. Постоянно я его за яичко... Ну, понятно всё сразу. Чёрный кот — это кот... парень. А белый кот — это не парень. То есть, девушка. Её дёргаешь за яичко, а ей не больно, потому что у них её нету. Ладно, блин, а что ж мне делать? Мне написали, что сжечь надо. Что же делать далее? Давайте. Джину. Опа. А ну-ка. Опа. Друзья, у нас тут появилось четыре медведя. И если я не ошибаюсь, то мне нужно... На ней написано... А. Угу. Сжечь? Да. Нам надо поочерёдности тут будет сжигать персонажиков. Ну, точнее, медведьков. Угу. Я примерно знаю, как это делать, но... Так, а ну-ка. Ощущение чего-то в присутствии исчезло. Ха. О, котёночек. Котёночек. Иди сюда. Ну, арбланк. Кошки начали играть с плюшевыми игрушками. Хм. М. Почему-то из двух плюшевых игрушек выпали клавиши фортепиано. Ха. Получены две клавиши фортепиано. Угу. Я даже не удивлился почти. Ну, почти. Ага. Я тут не могу выйти. Этого не может быть. Как же этого... Из ниоткуда раздаётся голос, женский голос. После этого больше никто... Больше никого не осталось на моём пути. Теперь остался тот ребёнок. Ха-ха. Ну, это типа, если озвучивать, да? Эм. Что? Так, подождите-ка. Тот ребёнок. Женский голос. А она говорила о Хлое. Картина, на которой изображена семья. Вырезать из семейного портрета. Ну, а кого нам вырезать и смысл, если... Окей. Хлое. Вырезана из семейного портрета. Ну... Ха-ха-ха. Вя-я-я-я-я-я. Ха-ха-ха. Всё, 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 всё. Всё, отстань от меня. Ой, дверь резко открылась. Ох-охо. Ну, ладно. Давайте дальше смотреть, что там происходило. Бляха-муха. У меня нос заложенный. На самом деле, это героин, друзья. Ну, ладно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вы поняли. На самом деле, это... Папа принёс. Клавиши от фортепиано пропали. Что касается клавиш от фортепиано, я нашёл их некоторое время назад. А? Правда? Теперь нужно просто поместить их в фортепиано, верно? Нет, в жопу себе их помести. Ну, конечно, в фортепиано. Ну, дурак. Чё-то. Тут стоит фортепиано без нескольких пропавших клавиш. Как всегда, экипировка... Клавиша в фортепиано. Блин, извиняюсь. Тут стоит фортепиано... Да. Да. Вставленные клавиши от фортепиано. Но будет ли оно работать вот так? Ну, по идее, должно. Я не разбираюсь. Оно действительно заработало. Хлая такая. Как плехая матрица. Фортепиано заиграло. Потому... Потому что... И его только что починили, верно? Блядь, вы что, два долбеба? Что за... Блядь, верно. Замечательно. Мишель, спасибо. Сейчас я буду хуярить на нём. Не стоит. Не стоит, точнее. У него не стоит. Потому что маленькая девочка. Ну, не стоит. Блядь, милфу дайте. Ну... Ой, всё вас надо учить. И что, мне опять что-то искать? Погодите-ка. Ну, на самом деле... Благодаря Мишели она работает. Чудесно, чудесно. Замечательно, не правда ли? А теперь давай сыграем. Мишель, возьми скрипку и ноты. Ага. Понял. Понял, понял, понял. Скрипка. Партитура грёз. Да. Вроде так. Сыграть грёзды на скрипке? Да. Хорошо, Мишель? Хорошо, Мишель. Хорошо, Мишель. Немного раньше Хлоя показывала ту картину маме. Это замечательно. А что мама сказала? Она сказала спасибо. Она приняла её ради меня. Это здорово, не так ли? В конце концов, ты упорно работала над этой картиной. Конечно, она была рада. Но мама выглядела бледной. Наверное, это потому, что она была нездорова. А, с папой тоже недавно было что-то странное. Интересно, что с ним происходит? Там определённо что-то было в том месте, о котором... О котором ты не знаешь. Чего? Может быть, это что-то нехорошее? Всё в порядке, не нужно волноваться. Эй, разве вы не считаете так же, кто вы? А, игрушки? Конечно. Всё хорошо. Как он и говорит. Всё. Всё. О, я могу... Ну, вы поняли. Ходить. Так, ну, надо показать маме. Что? 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 Я не... Всё будет хорошо. Уверен, папа тут же вернётся в нормальном состоянии. Я тоже так считаю. Спасибо вам всем. Госпожа керамическая кукла сегодня. Тоже прекрасно. Бадумс. Хлоя, как тебе моя игра на барабане? Да, довольно хорошо. Ну, окей. Часовой замок имела. Мело украшен. Что же мне делать? Клюшка, игрушка. А, чай был вкусный. Молодец. Да. Бля, я вижу, тебя разнесло уже. Чай. Керамическая кукла. Хлоя, твоя сегодняшняя одежда тоже мила, не правда ли? Это самая любимая одежда у Хлои. А ну, подожди. А что ж мне делать? Коробка с игрушками. Смотри, много любимых вещей. Хлои. А ну-ка. Я даже эскейп не могу нажать. А. А, может мне спать? Просто найти спать, нет? Пока не хочется спать. Нет, а что ж мне делать? Зеркало. Комод. Комод. Был украшен. Ну, что мне делать? Я не понимаю. А, подожди. Зажечь. Ну, то есть. А ну-ка. Нет? Нет. А что ж мне делать? Я не понимаю. Мне надо показать, якобы. Блин, оказывается, к этому медведю надо было подойти. Я все это время пробегал, а оказывается, к медведю нам было подойти. Опа. Отец. Ну, опять педофилия. Блин. Я реально, вот, клянусь, вот, не хотел, чтобы такой фигни было в каких-то пиксельных играх. Но эта пиксельная игра, ну, как бы, самая жесткая, по идее, из них. Так ты больше не подаешь голосах, а как скучно. Неужели он ее насиловал? Хлоя. Ты существуешь ради меня, потому что ты моя дочь. Понимаешь? Отвечай мне. Да. Да. С этого момента на протяжении всей своей жизни ты не сможешь просить мне вызов. Ты понимаешь? Да. О, теперь тут кровь на плюшевых игрушках. Блять, он реально ее насиловал. Пиздец. Вот эта игра. Ну, да ладно. Ах. Почему? Это больно. Ну, тут музыку совсем другую на дло поставить. Пожалуйста, помогите. Совсем другую надо было поставить музыку. Реально. Никто никогда не придет. Да уж. Понятно теперь. Но проклятие. О, господи. Вот реально. Вроде игра обычная, как игра, как игра. Но с таким смыслом. Плюшевая игрушка. Это даже не смешно, если честно. Даже то, что я проводил вначале. Но это не смешно. Но я не могу выйти. А, стой. Огонь в камине показ. Эй. Нет ответа. Почему? Пожалуйста, ответьте. Пожалуйста. Все. Кончено. Все раз... Все разлились на меня. Потому что все теперь ненавидят Хлою. Вот почему они больше не отвечают. Мне уже не получить прощения. Интересно. Мишель понимает это все? То есть, видит или нет? Ну, опять у нас ключ какой-то на первом этаже. Давайте пойдем посмотрим. Кто им аплодисменты постоянно кидает? Что за... На бугимена немножко похоже, но... Какое-то странное чувство. Что такое? Ох, ар... Ничего. Просто это выступление было немного весело. Весело. Как будто бы именно так я и хотел выступить с самого начала, или что-нибудь подобное. Возможно. Это было правда чудесное выступление. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Знаете, друзья, я одно... Ну, извиняюсь. Но этого еще недостаточно похоже. Что я должен сыграть в следующий раз? Полагаю, ты не знаешь, верно? Наверное, мне стоит поискать, да? Хлоя все время нагружает Мишеля все больше и больше. Все хорошо, правда, особенно сейчас, когда мы уже сделали так много. Мне правда жаль, Мишель. Спасибо. Знаете, сейчас у меня нет никого, кроме тебя. Хотя я любил тебя. И ты меня тоже. Я даже больше не могу погладить тебя по голове. Это про отца, скорее всего, Хлоя. Я убил ее. Ну, скорее всего, про мать, я так понимаю. Короче, друзья, я что одно извиняюсь. Вроде пиксели пикселями, да? Но я не делаю нормального перевода. Перевод? Хм, тут ничего нету. Перевод, на самом деле, ну, ужасный у меня сейчас получается. Потому что как-то спонтанно все это получается, да? Я записываю и тому подобное. Так что извиняюсь. На самом деле, может быть, кому-то будет нормально. Может быть, кому-то будет очень плохо. Потому что перевод, на самом деле, это очень важная часть игры. Ну, извиняюсь. Вот так вот я перевожу. Так, а что же нам делать? Да, я не знаю, на самом деле, что нам делать. Но давайте, наверное, продолжим в следующий раз. С вами был Гульнинс. Подписывайтесь. Ставьте лайк. И дико устал сегодня просто валюсь спать уже. Так что всем хорошего настроения. Пока. До встречи.